Здравствуйте! Решил рассказать об одном из дел, которое мы недавно, надеюсь, закончили. В общем, история заключается в отношениях дольщика с застройщиком. Дольщик заключил договор, проинвестировал денежные средства, стал ждать свою недвижимость, но не дождался в положенный срок и решил взыскать денежные средства со штрафом и неустойкой. Нашел замечательную юридическую фирму, которая предложила ему эти услуги, взяла с него деньги и пошла в суд. Соответственно, дольщику расторгли договор, взыскали деньги. Но застройщик через два месяца после этих действий уходит в банкротство. Соответственно, у нас дольщик начинает думать, что дальше. Здесь он уже обращается к нам. Мы ему говорим, что привет, ты расторг договор. В банкротстве дольщик может претендовать либо на объект недвижимости, что наиболее реально, либо на денежные средства, что в принципе является неким виртуальным правом, поскольку дольщики по результатам процедуры банкротства мало что получают. Но уж если ей получают, то точно не всю сумму, а какой-то маленький процент от ее фактического размера. Соответственно, мы говорим, что мы попытаемся восстановить его право на квартиру, не особо афишируя то, что он расторг свой договор. Начинаем предпринимать свои действия, арбитражный суд назначает заседание, мы приходим в арбитражный суд и тут узнаем. Узнаем следующее, что оказывается юристы вот этой вот замечательной компании подали требования на включение в реестр денежных средств и соответственно требуют денежные средства. Мы, естественно, откладываем судебное заседание, знакомимся с материалами дела и вызываем опять клиентов к себе и говорим, слушайте, вы нас привлекли, чтобы мы вам восстановили ваше право на квартиру, а параллельно действуют другие юристы, которые требуют денежных средств. Начинаем выяснять, что такое происходит, оказывается, юристы подписали с дольщиками соглашение о том, что по результатам получения денежных средств они получают некий бонус. И эти юристы решили, коли бонус надо получать, надо требовать деньги до конца. Соответственно, без всякого поручения они обращаются в арбитражный суд с требованием денежного. Чем, в общем-то, ставят крест на нашей попытке восстановить право на квартиру. Тут еще 9 марта 2023 года Верховный суд в своем определении 305 дефис ЭС 19, дефис 22, 493, скобка 38, скобка, говорит, что коль уж дольщик расторг свой договор, его права на квартиру прекращаются. Соответственно, мы думаем, что делать дальше. В это время нам приходит уведомление от арбитражного управляющего, что он включает дольщика в реестр требований объектов недвижимости. Таким образом, наш коварный план на получение квартиры начинает срабатывать. Но при этом мы уже точно засветились со своим расторжением договора, и надо что-то делать с рассматриваемым судом заявлением о денежных требованиях. Что делать? Обсуждаем это с клиентами. Клиенты, естественно, говорят, мы хотим квартиру, а не виртуальные деньги. И мы идем в суд и отказываемся от требований, которые подала консалтинговая фирма, предыдущая, первая, которая работала над этим делом, чтобы прекратить это требование, поскольку эти требования взаимосмущают друг друга, то есть ты можешь требовать либо одно, либо другое, либо в реестр денег, либо в реестр квартир. В такой ситуации, когда дом практически построен, имеет смысл требовать именно квартиру, поэтому мы отказываемся от этого требования. И сейчас уже дольщики находятся в реестре требований квартир, а денежные требования прекращены. Вот такая вот ситуация произошла недавно в Санкт-Петербурге. И здесь, конечно, консалтинговая фирма выглядит не очень хорошо, поскольку она действовала без поручения доверителя и требовала денежные средства. Я думаю, что денежные средства, они продолжат все-таки требовать сдольщиков уже в судебном порядке. Интересно будет сходить на этот процесс. Так что это вот такая вот интересная история из нашей практики. Захотел я и поделиться. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.